Ну вы же делаете удивительные фильмы. Я смотрела «Девятую территорию». Это же очень познавательный фильм. Он нужен моему ребёнку, он нужен детям. То есть это документальный фильм, это наша история. Это то, чего они делают другие. Но почему ваши фильмы, почему их нет? Их нет в миломании, их нет в эфире. Кому они принадлежат? Ну это вот больная тема для меня. Почему? Ну потому что я в общем создал свою студию для того, чтобы снимать фильмы, которые бы я хотел снимать. Вот «Девятая территория мира» исключение в том плане, что там как раз совпало. Вот моё желание, идея возникла из чего? Я показываю свои фильмы, и мои друзья спрашивают, а где это ты снимал? Я говорю, а где? В Казахстане? Да нет, такого не может быть. То есть представление мы знаем хорошо, благодаря тому же BBC, весь мир у нас в телевизоре. А про Казахстан мы ничего не знаем. И я разозлился и говорю, вот давайте я прямо на машине проеду, чтобы вы видели, что я еду по Казахстану. И вот мы проехали благодаря спонсору четыре области. Это Восточный Казахстан, Южный Казахстан, Магисталовская область и Западно-Казахстанская. Получилось, как будто мы по краям проехали. И я посчитал, думаю, если одна область, это шесть фильмов, шесть-восемь фильмов, у нас 14 областей, то это где-то так, ну, 84 серии, плюс Алматы-Астана, мегаполисы, по которым мы по 10 серий сделали. Итого 100 серийных фильмов. Я вот замыслил, и такая мечта, к сожалению, осталась, потому что уже два года мы не продолжаем этот сериал, нет спонсора. А на самом деле это такая познавательная действительно передача. Но вот девятая территория мира, выходила она в эфире? Выходила. В телевизионном эфире? Выходила. Ее два года, ну, показывали в течение двух лет Хабар. Вот. Ее хотели показать на канале Казахстан, в переводе на казахский, но я отказался, потому что тогда теряется, как бы, ну, обаяние, скажем, меня как ведущего, да. Да. И я всегда доказываю всем, что нельзя переводить передачи. Передача ориентирована на конкретного зрителя. Если это на казахском языке, то на казахского. Там многие вещи не надо говорить, там, скажем, я рассказываю про казахскую юрту. Ну, зачем, так сказать, казаху расскажут, что такое название он все знает. А я расшифровывал на русском для русского зрителя. Поэтому я всегда считаю, что ориентация должна быть на конкретном адресат. Недавно был скандал, да, с фильмом, с роликом. На Казахстане. О Казахстане, да, который вышел на National Geographic, да. Ролик, где орфографические ошибки, то есть кадры вырванные, да, из архивов. Почему и сумма главная, да, там, 135 миллионов тенге. То есть такая большая сумма ушла на ролик, который снимался в каких-то непонятных кустарных условиях. Ну, это показательно. Это симптоматично, сказал бы я так, что у нас отсутствует такой высокий критерий к тому, что мы делаем. Нет, вы же могли бы снять этот ролик. Ну, вот здесь это большая тема о том, что привлекает не профессионалов, а привлекает тех, кто, так сказать, делится, делаются какие-то откаты, делаются какие-то тендеры. А к вам обращаются компании, которые выигрывают эти тендеры? Бывали такие случаи, да, я вот просто поражился. То есть чтобы вы сняли для них, а они выиграли тендер, они вам платят за работу, а они получают сумму. Было такое предложение не раз, что вот давайте, вы сделаете нам за такую-то сумму. Я понимаю, что, видимо, они получили совсем другие. Я говорю, а откуда такие вообще темы? Кто вам их подтвердил? Все такое. Ну, это вас не касается. Я говорю, а вы хотя бы занимались этим делом? Не занимались. Они просто вот потом покупают другие какие-то людей, которые согласны там ночь посидеть и естественно так же слепить, как был слеплен этот ролик. Вот понятно, что основная сумма ушла в карманы чужие. Вот это сплошь и рядом, к сожалению. А как с этим бороться? Это же наше... Понимаете, можно, конечно, опять закрыть глаза и подумать, ну, сняли-сняли, уже прокрутили этот ролик, да? А как с этим бороться? Все-таки это наша страна, мы в ней живем. Дело в том, что как с этим бороться, если нет вообще культуры отношения к тому, что мы показываем по телевизору? И вообще то, что мы делаем. То есть у нас сейчас отсутствует огромный отряд литературных критиков. Вообще нет критиков по роликам, да, предположим, такой спецификации. То есть нет таких кадров. А такие нечаянные отзывы, там, я скажу что-то, там, кто-то еще кто-то скажет. Они такие точечные удары, они не дают такого эффекта, что просто должно быть какое-то воспитание, образование уже такое телевизионное. То есть должны быть какие-то передачи, в которых рассматриваются, почему произошел, продолжим, опять же, этот случай с этим роликом. Кто в этом виноват? У нас же ведь как? У нас в государстве нет виноватых. У нас большая такая сложилась мифология. Вот я, кстати, о роли мифологии, то есть я занимаюсь ее, мифология тюрков, там, и так далее, да? Почему? Потому что человек нуждается в мифологии, он ей живет. Вот у нас сейчас нет мифологии, нет идеи, нет веры, из-за которой бы мы как бы старались, вот то, что мы говорим, высоко там, патриотизмом, нет вот ощущения, что ты живешь в этом государстве, которому ты приносишь пользу. И вместо этого рождается мифология о том, что власть, она сама по себе где-то существует, в Астане, в Ахорде. И, значит, чиновники, мифология от чиновников такая, что все они недобросовестные, все они коррупционированы, все они, так сказать, кладут деньги в карман. Что там мифология о том, что казахи, они там всегда были бездельниками, поэтому им лучше быть начальниками, а не там что-то сотворять, да? Вот мы, к сожалению, не только не боремся с этой мифологией, а мы ее кормим. Развиваем, да? Кормим, да. И вот вместо того, чтобы, как говорится, создать какой-то отряд людей, который бы, ну, действенно работал и опровергал это. Вот, положим, я вот предлагал нефтяникам, говорю, вы знаете, сложилась мифология, что вы сидите просто у корыта и, как говорится, черпаете то, чего не хватает всему народу. Это неправда, там, это тяжелый труд, который в начале века никто не хотел идти. То есть, понимаете, мифология опасна тем, что она глубоко оседает в памяти и очень долго работает. Поэтому мы, вот, нужно воспитывать отряд людей, которые бы, критиков. У нас сейчас нет никакого критерия в том, что мы показываем, что мы делаем, и только хвалебные. Смотрите, ну вы же работали в администрации президента, вы же могли бороться с этой мифологией. Я работаю в пресс-службе, да. Ну, один человек, скажем так, не решает. Тут должна быть политика, то есть, идеология. Вот о чем я говорил, отсутствие идеологии. То есть, я тоже, когда стал генеральным директором ТВ, я думал, ну я сейчас все решу, все свои проблемы. И выяснил, что нет, я не могу даже там выбить квартиры своим работникам, повысить им зарплату. Потому что все это упирается в очень такие тяжелые какие-то межведомственные отношения, где очень много людей, которые решают судьбу. Ну, в общем, вот я свидетель того, что там, мы говорим, таможенный союз, да. Вместо вот серьезных людей, предположим, приходят там от России делегации, там 60 человек работают, понимая, что от договора зависит очень много. А с старшей стороны приходят там какие-то девочки, которые там, ну чьи-то дочки, понятно. И они испуганно совсем соглашаются, и в результате государство теряет миллионные какие-то, миллионные прибыли, только потому что сидят непрофессионалы, да. Или, предположим, я вот в Министерстве образования, я уже не помню, года три или четыре назад принес свои вот эти, девятую территорию принес, принес свои фильмы, 50 фильмов где-то. И сказал, вот у вас есть перечень учебных, потому что мне звонят студенты, преподаватели, хотят иметь мои фильмы. Ну я же не фабрика, так сказать, чтобы их там тиражировать, тем более прав у меня нет. Государство должно этим заниматься. Включите в перечень учебных пособий, и пусть там, кстати, смотрят, так сказать, ученики там и все. И мне какой-то там, эта женщина там, ее супруг работает там где-то там в верхах. Она сказала, отсылает меня со всеми фильмами, типа, а нам не нужны фильмы, мы только учебники предлагаем. То есть, это в тот век, когда масс-медиа там, понятно, стоит на первом месте, да, человек заявляет такое. И никто с этим бороться не может. Мне рядовые чиновники говорят, Баки, извините, что она с вами так по-хамски разговаривает, у нее муж там какой-то депутат или что-то такое. И поэтому мы ничего не сможем сделать, ничем своим не можем помочь. То есть, страдает, я же от этого прибыли никого не имею. В результате, все дети, школьники, студенты лишены возможности, опять, как вы говорите, посмотреть мои фильмы. Тем более, что вы снимаете фильмы о наших современниках, которые еще, слава богу, живы. Асанали Ашимов, Турегильды Шарманов. Я бы с удовольствием посмотрела эти фильмы. Ну, Турегильды Шарманов показывают почему-то, постоянно канал Алмата. Я не знаю, почему. Вот, ну вот фильм был и, так сказать, про Голдаспекова, который получил хорошую оценку, и у министра культуры, все. Ну, вот как-то... А почему? Вам авторские права не принадлежат? Нет. Мы... У нас нет закона о кино, поэтому режиссер, он в роли такого... Исполнителя. Ну, такой, пришел рабочий, там, прорыл канавы, ему за это заплатили, до свидания. Я сделал фильм, все, дальше я отсутствую. Но вы же создавали, это же ваш интеллектуальный труд. Нет, вот в этом плане, как раз, я и говорю, что я сдал студию для того, чтобы создать фильм, который бы я сам реализовал бы. Не могу, нет у меня таких денег создать такой фильм, и понятно, что продавать не могу. Поэтому, когда мне обращаются друзья, я говорю, я для вас могу сделать копию, но вообще-то это нарушение авторских прав. Ну, я считаю, что все фильмы, которые вы делали, и те фильмы, которые вы мне дали посмотреть, я думаю, что они достойны того, чтобы их показывали в телевизионном эфире. Ну, мне за них не стыдно, честно говоря. И одно время было обидно, что много кадров бороют из этих фильмов, они практически во всех передачах, на всех телеканалах есть. Не пытаетесь бороться с этим? Вот, мне сказали, что сейчас можно бороться, но для этого надо зафиксировать на фотокамеру или телекамеру, значит, момент, какая передача, дату и все такое. Я говорю, ну, тогда я сажусь возле телевизора, и все 80 фильмов ловлю, так сказать, и телеканала, и больше ничего не делаю. Ну, если один раз показательный пример такой, показательный суд сделать? Был такой, я на 31-м канале, просто мне попало, что я сидел, смотрел, и тут же позвонил, сказал, вы что делаете вообще? И девушку уволили с работы, и мне стало жалко этого человека, который, ну, как бы, ну, наверное, считал, что это все же так делают, если бы она там намерена, но она видела, что есть хорошие кадры, взяла, использовала, и тут же ее, так сказать, уволили. Я подумал, может быть, я не прав, пострадал, в общем-то, не тот человек, который там, а те, которые это позволяют делать. То есть, никто, нет редакционной коллеги или худсовета, который спросил бы автора, алло, а где вы взяли эти кадры? Замечательный, красивый. Вы так успели, там, за 2-3 дня отснять все, объездить весь Казахстан? Нет, вот, и даже некоторые программы, вот я недавно смотрел, Актав ТВ, Шапка. Ну, сплошь мои кадры, там, из обрядов старых, правда, ему уже 15 лет, но до сих пор их, как говорится, лоруют, цитируют, потому что никто практически про фильмы обряды не снимает. Хотя, опять же, вот, тема, которая нужна народу. А можно его запустить в интернет? То есть, в интернете-то гораздо больше людей могут посмотреть. Опять же, это зависит от того, у кого права. Я не могу их поставить в интернет. Это права телердикому сопрезидента, это права киностудии «Казахфильм». И я, честно говоря, даже не знаю, как тут быть, потому что, ну, это, вот, 15 лет прошло. Я когда снимал эти фильмы, первые про обряды, во-первых, не было книг, не было информации. Старики, у которых я спрашивал, это были уже советские старики. Они уже, можно сказать, у них там прямо искоренялись память эти обычаи, там, наурыз был запрещен в 26-м году, да, празднование. Кстати, русские не знают, что Дед Мороз тоже был запрещен в 29-м году. И только, там, в 35-м или каком-то году был возрожден как детский праздник. Я боялся, что будет много критики. Прошло 15 лет, по-моему, даже больше уже. Я до сих пор, в общем-то, нормального отзыва на свои фильмы не услышал. А что говорить о других тогда? То есть, сколько у нас создано фильмов, и у нас в этом плане нет грамотного подхода к документальному кино. Вы проделали колоссальную работу, да, те же самые обряды обычай. То есть, вы искали стариков, которые все это знают. То есть, вы же не просто делаете поверхностно, да, свою работу, вы же глубоко копаете. Но вы чувствуете сейчас себя востребованным? Ну, вот как раз это неутешительная такая мысль, что я очень многое могу. Это без всякого хвостаста. Я же доказал это. И тем не менее, вот я не считаю себя востребованным. Хотя, жаловаться мне тоже грех, потому что, ну, как бы, фильмы мои худо-бедно все равно показывают. Фильмы мне заказывают. Вот отметили, там, мне дали заслуженного, мне там дали орден курмет, то есть, ну, что бы я еще там, вякал называется, да. Но я могу больше, понимаете. И когда вы используете компьютер в качестве ударного молотка, да, там что-то забить, то понятно, что это неправильно. Вот я в этом плане, что я делаю заказы, исполняю, в общем, фильмы, вот эти последние, про которые мы говорили, в общем-то, чтобы прокормить свою студию. Хотя у меня есть идея, вот, продолжить те же обычаи обряды, потому что я хотел сказать, что меня не столько волнуют обряды, как тайна обряда, таинство, поэтика обряда, что за этим стоит целое мировоззрение народа. Понимаете, мы его не изучаем. И, вот, например, проблема казахского языка, она как лакмусовая бумажка обозначает, что с нами происходит в обществе. То есть мы выделяем огромные деньги. Государство сделало все, чтобы, так сказать, это шло, так сказать, на полном ходу. Желания замечательные. Но результат, в общем-то, 20 лет прошло, мы практически не сдвинулись с места. Почему? Потому что, опять же, вот эти вот деньги уходят, понятно, налево. Никакой подход, методики не разрабатывается. И в результате, я бы сказал, основные вот недостатки, да, в чем? Нет любви к тому, что ты делаешь. Это во всем, в любой отрасли, и особенно, вот, скажем, в казахском языке. То есть нужно быстро отмыть деньги. Я прошу прощения, но такой сегодняшний лексикон, да? В каком плане? Быстро издать сборники, учебники казахского языка. Значит, это любой профессиональный педагог вам скажет, что учебник – это труд многих лет. За год его сделать, понятно, это компиляция, да? Дернули что-то из русского учебника, переделали, перевели на казахский, издали там и так далее. Если так заинтересоваться, то выяснится, что русский язык состоит там, ну, на 60% как минимум. Я сейчас не буду, как ученые, говорить, да? Из тюркских слов. Что такое башка? Баш – это голова. Да? Дам по башке, значит, вот вы говорите уже по-казахски. Вы, говорю, одеваете, что вот на вас одежда там? Да? Вы говорите, например, штаны. Штендегенсус – исподние. У русских штанов не было, извините, говорю. Штаны появились у кочевников. Почему? Надо было сесть на коня, и чтобы хозяйство, пардон, не отбить, одевали штаны. Исподние. То есть то, что под платьем. Вы пишете чем? Карандашами. Что такое карандаш? Хараташ, ты генсус. Это грифель, черный. Да? Вы пишете что? Если вы плохо пишете, это каракуль. Что такое каракуль? Харахол, ты генсус. Это когда, значит, жрецы, колдуны писали свои какие-то заклинания, то их никто не мог прочесть. Это было написано черной, недоброй рукой. Поэтому русский язык пришло как каракуль, который, ну, не прочитать. У нас воспитывали ненависть к своему языку, нас оставляли после уроков казачат, чтобы они изучали казахский. Там дети играли, а мы сидели, изучали, ненавидели этот язык за то, что мы не можем играть, а сидим и учим это там. То есть была политика. А сейчас должна быть обратная политика, прививание любви. А у нас что получается? У нас сами казахи говорят, Это что такое? Орал маны димыз. Да, обижаем тех, кто пришел, там, что такое обидное какое-то? Орал ман. То есть вместо того, чтобы объединяться, это была идея всех наших вождей великих, да, там, с Амлайхана начиная, там, начиная с поэтов Асан Кайга, которые переживали за разрозненность людей, да, хотели мечтать. Мы сейчас делаем как раз то, о чем мечтают наши, порно, политические соседи, да, чтобы мы разошлись. Тот же Китай завтра бросит нам вот эту кличку, типа, давайте, Жизгой Бюдиндер, да, народы делитесь, там, и так далее. И все, и нас не будет. Вместо того, чтобы говорить друг другу, давайте, салах азахсанбан, давай, если ты что-то там по-казахски заговорил, поощрим, поправим, да, надо перестроиться на любовь. Вот почему я говорю, я счастливый человек, потому что бабушка меня любила, и я вырос в любви, да, и вот один из критериев, он во всем, в творчестве, там, в том, как я существую, да, я же сказал, может быть, я так молодо выгляжу, потому что я понимаю, что все надо делать с любовью. Когда меня оператор спрашивает, говорит, как снимать, каким ракурсом, говорю, с любовью, чтобы ты от этого кайф получал, тогда и другой, кто увидит твой кадр, он получит. А так, если ты равнодушно снимешь, то так равнодушно и воспримут. Ну, правда, что вам можно заказать фильм о себе любимом? Ну, в принципе, такое было, да, и я делал. И к вам можно обратиться. То есть вы можете изучить жизнь простого человека? Вы знаете, не обязательно быть там гениальным человеком. Достаточно того, что я считаю, что каждый человек поэт. Другое дело, что он не может это выразить словами, не может это выразить кистью. Но в каждом человеке есть восторг перед чудом. Если внимательно вчитаться в жизнь человека, которым вы делаете фильм, вы обязательно найдете такие моменты. Просто он о них или забыл, или старался об этом не думать. И вот поиски в человеке чуда, это всегда интересно. Это дорого заказать у вас фильм? Кино вообще дорого. Почему? Потому что это производство. Это с понятиями связано не с творчеством, а с понятиями завод, например, фабрика. Можете вы просто построить завод? Нет. То же самое фильм. Затраты чисто производственные очень дорогие. То есть вот рядовой человек заказать про себя фильм, это исключено. Это кинопроцесс, которым вы должны оплачивать в течение, положим, 3-4 месяцев коллектив. Платить зарплату каждому человеку, положим, человек 10, уже большие затраты. И потом, это же непростые люди, они тоже талантливые. Они тоже хотят, чтобы их оценили труд. Потому что в титрах пишут, кто титры читает? Я читаю, кстати, всегда. Ну, это у вас профессиональные. А так-то, в общем-то, редко кто видит. Ну, ладно, автор-сценарий, режиссеры прочтут. А операторы, ассистенты, а директора, это уже пролетает так вот быстро. Хотя тот, кто трудился, он всегда за этим следит, почему он хочет, значит, что он его труд оценен. Что он причастен, да, к этому? Да, что он что-то делает. Это же очень важно для каждого человека. У нас ведь сейчас вот проблема в том, что возникает, какой-то поменялся менталитет в худшую сторону, в каком-то плане. Раньше даже в любви, да? Ну, как бы по любви, а уж потом по деньгам, что называется. А сейчас надо обязательно замуж выскочить. За того, который есть уже квартира, машина там, перспектива, деньги. Меня это как бы убивает, честно говоря. Я понимаю, время такое. Ну, а вы как относитесь, что для вас деньги? Деньги для меня свобода, с помощью которой бы я мог, например, издать ту книгу, которую я хочу. Делать тот фильм, который я бы хотел. В этом плане деньги, да. Я готов вот многим, так сказать, таким людям, там, помогаю делать фильм о них. Надеюсь, что в будущем они скажут, ну, хорошо, давай вот мы в качестве вознаграждения поможем тебе с твоим фильмом. Увы, это пока не происходит. Но вы хорошо зарабатываете? Ну, я считаю, что если у меня студия, это вот дочка училась там в Америке, и там сказала, что она, у меня есть студия, для них это... Для них это роскошь. Это я уже бизнесмен, да, у меня есть свое частное дело. И поэтому признаться в том, что у меня на счету нет денег, даже смешно, потому что никто не поверит. Но у меня нет денег на счету. Но у вас есть богатые друзья, которые вам помогают? Ну, в общем-то, есть, потому что, я говорю, я везунчик. То есть вот книгу, которую я пишу, у меня уже третий спонсор, так сказать, хочет мне помочь. И просто вот эти деньги, которые мне помогают, для моей книги, я, к сожалению, потратил там, ну, на выдачу зарплаты, там, людям и так далее. И мне немножко стыдно, что книга до сих пор не издана, они давно мне дали эти деньги. Вот, но я надеюсь, что все-таки, когда она выйдет, я всем, так сказать, воздам свою благодарность за то, что все-таки они заинтересованы в том, что я делаю, и стараются помогать. Другое дело, что, ну, не у всех есть эта возможность. Ну, лично я считаю, что вам должно помогать государство, потому что таких людей надо поддерживать. И, слушая вас, я просто понимаю, что в ваших мастер-классах нуждаются школьники, студенты. Даже я нуждаюсь, да, потому что, то есть, кладезь такой информации, ваши фильмы, ваши книги, их надо издавать, их надо тиражировать, их, ну, то есть, искать спонсоров – это не ваша задача. Вам нужно только творить. Вашими устами мед пить, говорится. Я думаю, что вы к своему 60-летию подходите достойно. Вот вы как считаете? Вот вы довольны всем, что вы сделали? Творческий человек, как только станет довольным, он перестанет быть творческим. Поэтому я вам желаю только творческого роста, вдохновения. Я очень хочу, чтобы все ваши книги, фильмы, чтобы они были на прилавках, чтобы они были в школах, чтобы они были в вузах. Я думаю, что этим надо заняться. Серьёзно. Спасибо большое. Я поздравляю вас с наступающим днём рождения. Желаю вам крепкого здоровья. Всё остальное, мне кажется, у вас есть. Спасибо, Граба. Спасибо. Вы смотрели программу «Статус Кво». И сегодня у меня в гостях был поэт, кинорежиссёр, переводчик Бахат Кайрбеков. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.